Привет всем! 5 октября, время очередного каста. О чем вы думаете, глядя на эту картинку? Я о мужском движении. Ну и вообще о любом объединении людей. Политическом или не политическом. Индивидуумы, которые вроде бы входят через общую точку, пытаются делать что-то вместе, но в итоге, из-за того, что они отвечают да или нет на множество мелких вопросов, мы видим внизу не плотную кучку, собравшуюся в одном месте, а набор секций, течений, каждый из которых вроде бы близко друг к другу, но в то же время отделено. Я уже делал видео про El Pueblo Unida Hamas Serra Vincida и в обзоре про книжку под тенью Сатурна эта тема всплывала. Мужская иерархия, разделение и конкретное разделение в мужском движении. И вот сегодняшнее утро опять принесло очередные новости. До конца я так и не понял, кто там с кем во что выделился или отделился, и кого откуда изгнали. Но в целом движуха, что кого-то откуда-то изгнали, кто-то с кем-то разделился. И с одной стороны это ожидаемо, а с другой стороны печально. Вместо поиска точек соприкосновения Бабилонская башня продолжает выполнять свою основную функцию. Divide et Emperor. Ладно, я надеюсь, что по данной конкретной новости, связанной с эгалитарным мужским движением, паника несколько преувеличена, местами что-то не так понято, кто-то поторопился с выводами и так далее. Но в целом, конечно, опасность всегда остается, и разделение будет, никуда от этого не деться. Я хочу привести примеры того, как можно примерять между собой, казалось бы, непримиримые вещи. Вот смотрите. Есть разделение на патриархалов и непатриархалов. Или, если еще шире брать, на семейников и несемейников, или антисемейников. Скажите, а почему человек обязан обязательно выбирать устройство общества только каким-то одним образом? Почему направление своей семейной стратегии нельзя выбирать так же, как человек выбирает, например, профессию? У нас же есть много профессий. Они все существуют в одном общем правовом поле, но при этом обладают каждой своими особенностями. Вот если взять фантастический пример, фильм «Звездный десант», кто помнит, там все население разделено на две группы, которые обладают разным статусом по закону. Гражданские лица и граждане. Это не одно и то же. Они обладают разным набором прав и разным набором обязанностей, но при этом живут в одном обществе. Не могу ручаться железно, потому что не знаю французского настолько. Но, насколько я знаю, во Франции существует два разных режима брака, если можно так сказать. Один из них называется нечто вроде брака, а другой нечто вроде гражданского союза. Они обладают разным статусом по закону, и из них следуют разные вещи. При этом в каждом из этих союзов может выбираться режим собственности на общий и совместный. Я не знаю, какие существуют у них способы перехода и переключения между этими режимами, и можно ли это делать вообще. Но если это хотя бы наполовину правда, то там в одном правовом поле существуют разные режимы взаимодействия. Второй вариант, о котором я знаю чуть больше. Существует страна, вполне себе первого мира, в которой есть уголовная ответственность за измену. Но не для всех. Я сейчас говорю про военные законодательства США. Военные живут по особому своду законов, особому своду правил, живя при этом в одной стране со всеми остальными гражданами. Без проблем. Например, по военному кодексу супружеская измена является преступлением. Не любая измена, в определенных условиях. Если военный изменил с женой гражданского лица, это не является преступлением, хоть и осуждается моралью. Это повод для разборок, разводов и так далее, но не повод для уголовного преследования. Ситуация совершенно меняется, если один военнослужащий изменил с женой другого военнослужащего. В этом случае считается, что военнослужащий причинил вред другому военнослужащему и таким образом подверг всю армию некоторые опасности, причинил ей ущерб. То есть он уменьшил обороноспособность всей армии. И поэтому этот поступок наказуем. Что правда, что эта статья применяется довольно редко, потому что ее просто трудно доказать. Но она применяется. Максимальное наказание по ней составляет год заключения и увольнение с позором. Вот скажите мне, кто мешает в одном государстве иметь 3, 5, 6, 10 разновидностей совместного проживания, каждый из которых в каком-то смысле будет брак? Никто не мешает. Можно даже еще дальше пойти. Можно отменить брак вообще, как категорию, а вместо нее ввести именно контракт. Контракт особого рода, двустороннее или многостороннее, почему нет, соглашение, которое будет иметь административное, а иногда и уголовное, последствия. То есть государство возьмет на себя обязанность форсировать исполнение этих соглашений, если они были заключены. Скажем, несколько самых популярных лицензий, шаблонов договоров, могли бы быть публичными и публиковаться так же, как публикуются лицензии ГНУ или Creative Commons, иметь несколько разновидностей, как у Creative Commons, например. И люди просто выбирали бы, в какие из этих отношений они хотят вступить. Или не в какие вообще. Скажем, есть группа, которая хочет практиковать что-то вроде традиционного брака, такого, ну, настоящего брака или почти настоящего. Ну, в шаблоне для этой группы, популярного в этой группе, скорее всего, супружеская измена будет уголовным преступлением, с какими-то штрафными санкциями или поражением в правах. Или, скажем, хочет женщины иметь кавертуру и жить в режиме кавертуры, она соглашается, что она отказывается от ряда гражданских прав. Например, она больше не голосует. Не распоряжается финансами, только в режиме двух подписей. Не может самостоятельно решать вопросы для срождения, применять контрацепцию, не применять, делать аборт или не делать аборт, ну и так далее, вы поняли идею. Другой вариант. Два свободных человека, которые ничем другу не обязаны. И ребенок у них может родиться только после нотариального согласия на ребенка. Никак иначе. Либо нужно заключить один из режимов договора, где детский вопрос автоматически регулируется частью контракта. Думаю, что порядка 10 шаблонов могли бы удовлетворить 99% всех нужд. А остальные, кому нужны какие-то особенные режимы, ну они разрабатывали бы собственные шаблоны. Это бы стоило им денег дополнительных, там усилий юристов и так далее. Ты платишь свою государственную пошлину и заключай контракт, как хочешь, ну в разумных пределах, конечно. Вот так, мне кажется, должна была бы работать система множественного выбора, а не так, что каждая группа хочет переформатировать все общество под себя. Это утопическая задача, она никогда не будет решена. И даже ставить бесполезно. Это изначально деструктивная цель, недостижимая. Вот, мне кажется, направление, в котором нужно смотреть в будущее. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok